сегодня 23 мая и вот эти пять красавиц моих новых жительниц из краснодара европеек живут у меня уже 20 дней они находятся до сих пор на карантине орхидеи чувствовать себя очень хорошо все у них раз прекрасно ну вот это самая капризная орхидейка насколько я поняла вот у которая была 3 lips во первых она сушила все свои цветоносы я их обрезала и смотрите что у нее отпал еще один лист и давайте посмотрим что там такое происходит сейчас я вот зачищу вот это вот то что там осталось от листа но напоминаю что один листик уже отпадал и я промазала топоджину я промазала здесь все хорошо и даже вот как бы там вроде как прожиться этот как его корешочек ну вот сейчас посмотрим а что же у нас продолжают отсушивать аналистики или это закономерное старение листа или все-таки там у нас какая-то проблема очень я так поняла что вот из этих пяти красавиц вот эти две бабочка и беглиб одного сорта до сих пор не знаю как их зовут парфюмерная фабрика вот такой вот белый беглиб огромный вот и вот это вот вот этот вот три липсик вот среди всех этих пяти орхидеи которые пришли у меня от канала ирина цветики вот этот вот цветочек самый капризный судя по всему ну посмотрите прекрасные листики прямо такие торчком стоят все у них хорошо это вот еще как прежние обработки хорошие корешки нужно посмотреть что у нас там горшки тоже вот хорошие корешки я не вижу чтобы здесь что-то росло ну вот испарено еще влажненько здесь уже тот грунт который я смешала с грунтом орхидеек и добавила новый свой убрала напоминаю торфяные стаканчики у всех кроме вот вот этого вот бедлипа там пусть невозможно подобраться много корней и ну как бы орхидеи хорошо я вижу что она себя чувствует хорошо ну вот вот эта вот история нам не сильно беспокоит я сейчас уберу вот эти вот остатки листочка и посмотрим что там у нас под ними и так я сняла остатки листика ну я ничего здесь особенного не вижу ну конечно есть вот какие-то вот такие вот черненькие там разные проявления на шейке я сейчас помажу фунгицидом в этом месте шеи в обязательном порядке потому что когда я прошлый раз снимала листок та же самая история вроде ничего такого но листик отвалился и вот оно это место я здесь сейчас еще раз его помажу на всякий пожарный на том-то вроде бы даже корешок собирается внизу вот я сняла листик вот посмотрите сам по себе листик вот такой вот неправильно мне кажется он как-то отсушился потому что вот здесь вот зелененькая вот здесь вот желтенькая и все маститые орхидоманы архоманы или как там их называют в общем специалисты по орхидеям говорят что это неправильно желтенье листа и потом вот такие вот чешуйки я сняла черненькая все равно есть и есть это хорошо вот как тут смотрите как он отсох неловненько так как-то болезненно мне кажется вот это вот все я сейчас обработаю фунгицидом идти от лишнего не боя вот таким фунгицидом называется топу джим я прямо кисточкой возьму не разбавляя там такая суспензия и намажу вот это вот с моей точки зрения криминальное место на всякий парольный сегодня вот такими инструментами я пользуюсь это пинцет для того чтобы снять остатки листа с шейки растения кисточка русская народная уже использованная 350 тысяч раз ребенком который рисовала сейчас она уже для рисования не совсем подходит и я ее применила для того чтобы она у меня в аптечке орхидейной было фунгицид топу джим и я его накапала в ложечку чтобы вот туда вот в эту бутылочку больше кисточка не за просите лазить поэтому чтобы намазать и повторно можно было спокойно использовать не боясь что я вот эти вот самые вирусы бактерии которые возможно есть на шейке бутылочку занесу я вот лучше вот так вот в ложечке и пошла смело не стесняясь мазать вот здесь вот и вот все прям хорошенечко обильно я обильно помазала шейку со всех сторон не жалея и буду дальше наблюдать пока мне тенденции очень не нравится второй листик отсыхает уже одинаково таким же способом не совсем самого кончика он желтеет потому что считается что если желтеет не с кончика а с основания то это как бы плохой признак ну посмотрим буду наблюдать дальше за рухушами ну все отправляем орхидейку на ее место все у меня здесь дальше продолжает вместе со своими сестренками находиться всего наблюдаем дальше пока полет протекает вполне себе нормально из пяти орхидеи 4 меня не вызывают никаких пока подозрений прекрасно себя чувствует адаптируется сидят на карантине ну вот это вот капризуля пока вот так вот ведет себя продолжение следует и некое послесловие если вас после просмотра видео накрыл приступ благодарности вам было интересно или вдруг приключилась какая-то информативная польза то смело давайте позитивно обратную связь будьте щедрыми и не сдерживайтесь однако я допускаю что будут и те кому было неинтересно вы случились не согласным а кому-то было и вовсе противно смотреть и даже поташнивал ну что ж не стесняйтесь в городом одиночестве один на один с самим собой поругайтесь на меня или мой контент выразить свое авторитетное фи и смело оставьте его при себе ведь закон свободной воли никто не отменял но вы уже проявите всю свою силу воли чудеса толерантности а также о боже человеческую доброту к ближнему исключите негатив своей жизни тогда счастливых людей в мире станет больше сработает закон бумеранга всего вам доброго